Приветствую вас, давайте попробуем разделить мой ответ на несколько частей. Первая часть будет посвящена каким-то общим наблюдениям, связанным с вами, и каким-то общим моментом, который я подметил в вас, потому что это уже третий ваш вопрос, и как бы на все этих, на все них я отвечал, то есть какое-то мнение у меня уже сложилось о вас. Естественно, мнение это по большому счету профессиональное, то есть это не мнение о вас как о человеке, это мнение о большей психологической стороне вопроса. И вторая часть моего ответа будет посвящена тому, что вы, собственно говоря, написали. То есть, по сути, будет проведен анализ ситуации, которая у вас произошла. Ну, вообще говоря, ситуация-то вроде как получилась та же самая, что и была до этого. Просто вы ее описываете, ну, скажем так, немножечко, может быть, другой стран, страны или что-то типа того. Итак, по поводу того, что я думаю о вас и по поводу того, что происходит с вами сейчас на данный момент. На данный момент вы переживаете явную зависимость от молодого человека. То есть, вы не можете его отпустить, вы переживаете по поводу того, что сделали. Вы, вероятнее всего, пошатнули свою уверенность в себе, свою самобытность в отношениях с ним. И вы не так сильно теперь верите в себя, в то, что вы, например, привлекательны, что вы интересны и так далее. И если это все действительно так, то вам необходимо понять, что сейчас для вас важна не столько и нисколько проблема молодого человека, да, сколько работа над самой собой, работа над пониманием себя. Пониманием, в первую очередь, того, что вот то, что с вами происходит, то, что заставляет вас раз за разом задавать платные вопросы, да, то есть не простые вопросы, а платные вопросы, что-то с вами происходит, это ваша зависимость. То есть, первый, первый ваш вопрос был посвящен тому, врет ваш парень вам или нет. Второй ваш вопрос был посвящен тому, что вы расстались с мужчиной и, собственно, вам нужно было, там, вам помочь, я уже точно не помню, нужно было помочь когда-то пережить. Теперь вы, как бы, говорите о последствиях того, что с вами произошло. То есть, я понимаю, что в вашей жизни происходит ситуация, как бы ситуация перед расставанием, сам факт расставания и ситуация после расставания. Так вот, понимаете, в чем дело, еще до вот этого вот факта расставания с молодым человеком, то есть, когда вы все только сомневались в том, врет он вам, например, или нет, у вас уже произошло, произошел, точнее, перекос, если угодно, или, если быть более точным, переориентация себя на него, то есть, вы впали в зависимость от него, уж я, к сожалению, не знаю, осознаете вы это или нет, и сейчас вы переживаете, по сути дела, ту же самую зависимость. Почему? Потому что вы слишком сильно растворялись в человеке, то есть, вы слишком сильно, ну, слишком сильно и много вкладывали в этого человека. У вас слишком много ваших собственных потребностей завязано на нем. Из-за этого есть проблемы. Проблема у вас сейчас в том, что вы не можете его отпустить. Проблема сейчас в том, что вы не можете, как бы, по сути дела, для себя эти отношения завершить. Вы еще пытаетесь как-то вот цепляться за, ну, за прошлое, за то, что у вас было и так далее, и так далее, и так далее. Это ваше личное восприятие. Правда заключается в том, что мужчина, если он вам изменял, вот в любом случае, если он вам изменял, да, значит, он вас недостаточно сильно уважал, а самое главное, он не был удовлетворен взаимодействием с вами. То есть вы не до конца нашли ему то, что ему было нужно. И это не ваша вина. И это не ваша вина. Это ничья вина. Просто мужчина, например, был уверен, что сможет с вами построить отношения. И вы думали, что сможете. А оказалось, что нет. Из-за того, что он не хотел, может быть, вас обижать, из-за того, что, может быть, он дорожил вами и так далее, и так далее, вот это все и происходило. Понимаете? Из-за отсутствия честности между вами. И вот эта честность, ведь эта честность не только по отношению друг к другу, эта честность еще и к себе самому. Так вот, вам нужно быть честной самой с собой. И спросить себя. Вот просто спросить себя. Друзья, будете ли вы общаться с таким мужчиной, который, условно говоря, вас обманывал, который вас предавал, который, по сути, вас оскорбил, если угодно. И если вы с ним будете, то ради чего? Почему вы в нем так сильно нуждаетесь? В чем вы в нем нуждаетесь? Что вы теряете в результате разрыва отношений с ним? Вот на этот вопрос вам нужно ответить. Так же, я сейчас, наверное, не поленюсь и открою ваш предыдущий вопрос, который вы уже сделали решенным. Где вы спрашиваете, объясните, почему он просто так же не забудет, зачем напоминать о себе. То есть, смотрите. Вам тяжело, что он вам о себе напоминает. Вам было тяжело. Но это ваша реакция. Ваша реакция на то, что тяжело, как бы, видеть этого молодого человека. И это при том, что он вам изменил, при том, что он вас обманывал и так далее, и так далее, и так далее. И тогда я вам в том вопросе говорил о том, что молодому человеку это нужно для себя. Ему измеренно были нужны для себя. И то, что он напоминает вам о себе, это тоже ему было нужно для себя. Но складывается ощущение, что вы вот этого, именно этого пункта как-то не заметили, я не знаю, не увидели и так далее. Или, может быть, не захотели увидеть, потому что вам неприятно так думать. Не знаю. Я думаю, что вот это, как бы, является такая общая характеристика вас. Неуверенность в себе, потребность мужчины, неотделение потребностей делать человека счастливым от своих собственных потребностей. Соответственно, это вам нужно сделать. Далее. Далее вы извиняетесь перед ним за то, что вы впечатляете, что я, возможно, совершила ошибку. Я действовал, как мне чувствовалось. И написал ему, чтобы он меня простил и не держал обиду. Это вы сделали первое. Почему? Потому что вы в себе, опять-таки, не уверены. Даже его измена вам не заставила вас думать, что человек, как бы, может быть, даже не ваш. Человек, может быть, вам не подходит. И то, что вы его бросили, как вы его бросили, это совершенно нормальная реакция у вас на такое неподобающее отношение к вам. Но вы продолжаете, значит, вы продолжаете надеяться на штуку. Вы говорите, можно все исправить. Можно все исправить только в том случае, если мужчина искренне рассказывается в том, что он сделал. Если мужчина действительно отдает себе отсчет в том, что он совершил отвратительные вещи, ужасные вещи. А ваш мужчина, по вашему сообщению, рассказывается не сильно. А значит, вы, по большому счету, пытаетесь вернуть его для себя. Потому что вам для него плохо. Казалось бы. И здесь мы начинаем говорить о том, что вы написали. Вот вы говорите. Помогите настроить себя на хороший раз. Понимаете? То, что вы избавились от обмана, от лжи в своей жизни, то, что вы избавились от негатива, то, что вы нашли в себе силы освободиться от человека, который вас не ценил, как, кстати говоря, вы ему написали, да, что вот он не может отличить нормальную девочку от девушки легкого поведения, и что он меня потерял. Это правильно. Это правильно. Это действительно то, что он сделал. И это действительно то, как он себя вел. Так вот. Вот это все вместе. По сути дела, и является настроем на хороший раз. Вы освободились от человека, который вас не любил. Вы стали от него свободны. И в результате вы можете теперь ищить дальше. Но он вас удерживает. Чем? Тем, что вы от него получали. Ну, об этом я уже сказал. Далее. Далее мы с вами пойдем по тексту. Вы здесь пишите, что уже обращались к нам по поводу того, что сильно унизили парня. Ну, вот интересная тоже формулировка. Сильно унизили парня. А он вас, получается, не так сильно унизил. Вы-то ему не изменяли. Далее вы описываете, как вы его бросили. В общем, далее вы описываете всю свою ситуацию в целом. И вот возникает, знаете, по тексту я его весь перечитывать не буду. Еще раз. Я вам скажу, что да. Общение закончилось на том, что я сказал, что он меня просто не любит. Такое ощущение, что вы пытаетесь найти подтверждение тому, что вы сами думаете. То есть вы хотите, чтобы мужчина вас не любил. Вы хотите, чтобы... Ну, хотите думать, что мужчина вас не любит. Для чего? Чтобы вам было легче и проще, как бы, с этим смириться и идти дальше. Правда в том, что мужчина к вам неравнодушен. Неравнодушен. Это действительно так. Но его неравнодушие не мешает ему спать с другими девушками. Его неравнодушие к вам не мешает ему вам изменять. И он это понимает. Он понимает, что он будет изменять дальше. Именно поэтому он говорит, что не будет ответить за имностью. Потому что он понимает, что не изменится. Он еще пока не нагулялся. Вам одной, ему мало. И вы, если бы вы с ним продолжали быть в отношениях, вы бы обрекли себя, по сути, на постоянные вот эти вот обманы и измены. Потому что еще раз я не увидел. Ну, не увидел я искреннего раскаяния с человеком в том, что он сделал. А без искреннего раскаяния после таких поступков и действий и отношений невозможно. Далее вы пишете о том, что вы посылали им удачи. Сказали, что сложно там найти такого же человека и так далее. И вот интересный момент. Значит, вы пишете, лучше бы не писал, что вы лучше. Видимо, просить он меня не сможет. Плохо мне от того, что я, получается, унижалок, а он посмеялся. Вот скажите мне, пожалуйста, в чем его смех? Вот где вы увидели то, что он над вами посмеялся? В вашем тексте, если вы приводите его правдиво, если вы ничего не искажаете, если все вот как есть, он говорит о том, что вы действительно лучшая девушка, которую он встречал. И это правда для него, потому что с вами его удерживало не то, что он испытывал к вам сексуальное влечение. С вами его удерживало что-то другое на более духовном уровне. И именно поэтому вы для него лучшая девушка. Он сказал вам честно, что ответить вам взаимностью, то есть по сути дать вам то, что вы хотите, он не может. А вещи вам вернет, потому что, ну, она ваша, и она напоминает ему о вас. А значит, делается ему больно. Как бы, постоянно дает ему вспомнить то, что он потерял в лице вас. И поэтому он хочет ее вернуть. Не потому, что она вам так нужна. Понятно, то есть у него еще резинка, и как бы вы без нее обойдетесь, и он тоже сразу. Но она напоминает ему о том, что вы ему сделаете. То есть даже не о том, что вы ему сделали, а о том, что он сам сделал, о том, что он потерял, о том, что он проиграл. Далее вы пишите, что он говорить ничего не будет. Не будет говорить вам, что, значит, как бы, не любит вас. Вы пишите ему, что он, вы просто верили ему, лучше бы не знали всей правды. Тут тоже момент. Почему лучше бы вы не знали правду. То есть, что получается? Пускай он бы вас обманывал, пускай бы он вам изменял, а вы бы ничего не знали, и как бы тогда вы себя чувствовали. Я думаю, вы бы чувствовали себя еще хуже. А почему вы лучше бы не знали правду? Не потому ли, опять-таки, что вы все это теряете, вот этот молодой человек? Не потому ли, что вы понимаете, что перестанете получать то, что вам важно? То, что вам нужно вместе с ним. И вы уже готовы и правду событий. Мы уже готовы и вновь ему поверить, лишь бы только вернуть то, что между вами было. Точнее, то, что вам давали отношения с ним. Подумайте об этом. Далее, вы пишете. Сказалось, что, значит, девинку правда не надо возвращать, если он меня не любит. Опять-таки, эта фраза, она как бы говорит о вас, что вы сами навязываете мужчине мысль о том, что он вас не любит. Но он вас любит. Просто по-своему. Просто этой любви недостаточно для того, чтобы вам не изменять. Но он вас любит. А вам хочется думать, что он вас не любит, а нам будет проще от него уйти и проще ему забыть. Рад в том, что в жизни не бывает полимеров. И вам необходимо понять, что люди не могут быть вместе, даже тогда, когда они любят. Такое бывает. Потому что кроме любви существует и ряд других факторов. В частности, восприятие человека, в частности, отношение мужчины к сексу и так далее. Дальше. Значит, пусть отпускает меня, и мы все решили. Опять, вы пытаетесь поставить жирную точку. То есть, вы говорите мужчине о том, что вот все, рушим все отношения, отпускаем друг друга, все решили. Но ведь между вами остались какие-то, ну, как это правильно сказать, какие-то наработанные пути взаимодействия, кроме романтических отношений. У вас есть что-то общее, вы были знакомы, какое-то время вы общались, встречались и так далее. И вот так просто отпустить человека, который не является чужим, сразу. Для мужчины это слишком. Вы-то хотите от этого избавиться, чтобы он не напоминал вам о том, что вы потерялись, чтобы у вас не было соблазн в нос это получить, чтобы вы не продолжали унижаться, вы боитесь унизиться. а мужчины-то воспринимаются немножко по-другому, и поэтому ставить точку такую жирную, какую хотите поставить вы, он не будет. И вот он промолчал. А вам очень больно, лучше бы не писалось, что вы лучше. Видимо, простить он меня уже не может. простите меня, пожалуйста, за патологию, но за что вас прощают? Вот вас по факту за что прощают? Это что, виноваты в том, что он вам изменял? Или может быть, это вы сами написали ему вот эти вот все слова наверхами и в социальной сети. просто так, потому что он кого-то захотел. Мне кажется, что вы здесь совершаете две, как минимум, ошибки. Первая это то, что вы путаете причины и следствия. То есть мужчина, если он адекватно мыслит, он понимает, откуда растут ноги, понимает, что он сам запустил то, что произошло. Если бы он вас не изменял, если бы он вел себя нормально, если бы у вас как в первом вопросе не возникло бы подозрений в том, что он вас изменяет и врет, то ничего бы этого не было. Но это он начал. И именно он не все ответственно за то, что произошло. Вы как бы только реагируете. Реагируете на его поступки. Да, может быть, может быть, вы как бы это сказать, немножко перегнули палку. Может быть, не стоило делать так, как делали вы. Но простите, вы находили состояние аффекта, и это нормальное состояние отчетом того, что вам сделать. Второе. Вы пишите, что он не может вас простить. Как он не может вас простить, если он вам сам сказал, что он вас простил. Вы думаете, что он вас не простил потому, что вам самой хочется быть с ним, и вы не воспринимаете его отказ. Но в действительности ему прощать вас не за что. Это вам его нужно простить. Но даже если вы друг друга простите, все равно это не изменит его. И мужчины это понимают, а вы нет. И для того, что вы более зависимы в отношении. И поэтому вы пишите, значит, что плохо мне от того, что я получается не взял от вам посмеялся. Так в чем он посмеялся, Александр? Я не видел из ваших сообщений ничего такого, что указывало бы на то, что мужчина смеялась. Напротив, мужчины понимают, что вы хороший человек, что вы хорошая девушка, понимают, что, конечно, относиться к вам недостойно. Они понимают, что вы совершили то единственное, ну, вы как бы приняли, точнее, то единственное решение, которое можно было принять в этой ситуации, и он его также принял. То есть, ваше решение он принял. Но вы говорите о том, что он посмеялся, и не совсем понятно, почему. Опять-таки, это вам кажется, что вы унижаетесь, потому что вы, возможно, не уверены в себе. Вы себе сомневаетесь. Но тогда возникает вопрос, а в чем вы не уверены в себе? Почему вы в себе сомневаетесь? Вот на что нужно обратиться внимание. Нам кажется, что над вами посмеялись только тогда, когда мы сами в чем-то в себе сомневаемся. И чтобы вам не казалось, что он над вами посмеялся, нужно определить, в чем вы в себе не уверены. Далее, зачем нам начать мне встреч, чтобы повернуть мне такую ерунду? Мужчине хочется, чтобы вы забрали вещь, возможно, от него. Мужчине хочется, чтобы вы увидели его. Мужчина сам хочет вас увидеть. Для чего говорит слово «Во это другой человек и предполагать о том, что может двигать третьим лицом здесь, я бы не стал. Потому что это слишком из-за области предположений. Область предположений, к сожалению, не является какой-то достаточно точной, но тем не менее, он делает это, потому что так интересно ему. Он это делает, потому что так хочет он сам. Это его право, но вы совершенно не обязаны идти на его поводу, потому что вы видели, к чему приводит то, что он хочет сам для себя. Дальше. Так, значит, почему когда конец, он так и не может мне сказать, что не любил, потому что он вас любит, но при этом говорит, что я лучше. Прямо он действительно понимает, что вы лучше, но это не разрешает, что он может быть с вами, но тысячи процентов нет. Это вот я не очень понял, а почему когда конец, он так и не может мне сказать, что не любил, но говорит, говорите, что я лучше на тысячу процентов нет. Потому что, если я правильно вас понял, тысячи процентов нет, вы имеете в виду, что отношениям нет. Дело в том, что мужчина понимает, что не изменится, мужчина понимает, что останется тем же, будет ищет себя так же, и он просто не хочет, чтобы вы переживали, страдали. Страдали, значит, хоть надеялись, так как это не имеет никакого смысла. Вам нужно для того, чтобы настроиться на хороший лад, понять, в чем мы не верим в себе, определить причины, триггеры вашей зависимости от молодого человека и из-за этой зависимости стать свободной, перестать переживать раз за разом то, что произошло, а жить дальше. Для этого вам нужно учиться удовлетворять свои потребности, которые у вас есть и которые вы ранее удовлетворяли через молодого человека самостоятельно. И тогда вы не будете так сильно переживать и так зависеть. Кроме того, вам нужно купировать вашу неуверенность в себе, определить свои слабые стороны и понять, что с ними можно сделать, как их можно улучшить, какие слабые стороны принять в себе, а какие слабые стороны постараться как-то сделать более сильным. Но это работа с психологом более такая примитивная, более такая приватная, более такая конкретная уже. А такие вопросы, они, да, помогут вам лучше видеть ситуацию, я надеюсь, что я это сделал, но, тем не менее, не решат ваши первичные проблемы, о которой я сказал. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.